Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить об одной интересной теме, а именно о конкуренции. Я знаю, что я каждый практически ролик начинаю с этих слов, но я ролики записываю только на интересные темы. Если бы тема была неинтересная, я бы на нее ролик не записывал. Речь сегодня даже пойдет не столько о конкуренции, сколько о той мотивации, которая дает вам соперничество. Вот этот дух соперничества, знаете, когда у вас получается делать больше, чем вы делаете обычно. И в этом плане спортивная мотивация, она очень сильно отличается от внутренней, да? То есть есть внутренняя мотивация, когда вам самим себя приходится заставлять что-то делать. Есть внешняя, когда внешние какие-то обстоятельства влияют на то, что вы что-то делаете. И наверняка вы понимаете отлично, о чем я говорю. Если вы на тренировке обычно делали, допустим, 10 потягиваний, там, 12, когда вы решили с кем-то посоревноваться, там, с коллегой по работе или с тем, кто вместе с вами учится, решили посоревноваться, кто сделал больше потягиваний, то вы сможете, если постараетесь, потянуться 15 раз. То есть на целых 3 раза больше, чем обычно. За счет чего это происходит? Есть так называемая спортивная мотивация, то есть вот этот вот дух азарта, да? Выброс адреналина, который связан с тем, что вы с кем-то соревнуетесь, играя в игру с нулевой суммой. Сновная идея этого в том, что есть какой-то выигрыш, и он достанется либо вам, либо кому-то другому. Если вы выигрываете, вы получаете все. Если другой выигрывает человек, он получает все, а вы ничего не получаете. И это является для вас дополнительным стимулом, чтобы выложиться на 100%. И здесь нужно обратить внимание на то, что есть и обратная сторона. То есть внешняя мотивация, она не всегда хороша. Конечно, наличие дополнительного стимула, оно помогает вам достичь более высоких результатов. Но в то же время оно может привести и к негативным последствиям. Если вы будете фокусироваться исключительно на достижении результата и забудете о своем здоровье, и забудете о том, ради чего на самом деле вы ходите на площадку заниматься, то вы можете получить травмы, которые вас отбросят на неделю, на месяц или даже на год. Я знаю такие случаи, когда человек в погоне за удовлетворением собственного эго забыл вообще, зачем он на самом деле тренируется, получил очень неприятную травму и выбыл из тренировок больше, чем на год. Естественно, приходится чем-то жертвовать. И в данном случае лучше пожертвовать собственным эго, если вы не очень хорошо себя чувствуете, или у вас есть какая-то травма, или вы понимаете, что лучше не соревноваться, то просто откажитесь от тех вызовов, которые вам некоторые могут кидать на площадке. Особенно если видят, что вы делаете что-то необычное, что очень часто делают воркаутеры, какие-нибудь там печатные машинки, да, и другие вещи. И постоянно можно услышать кого-нибудь, кто предлагает зарубиться там в подтягивания или на брусьях, хотя это вообще не входит в план вашей тренировки на сегодня. Не надо. Не надо никому ничего доказывать. В конечном итоге вы тренируетесь только ради себя самих. И в этом плане воркаут-культура, она, в принципе, отрицает подобного рода соревновательность. Здесь не важно, кто больше подтянется или кто больше отожмется. Намного важнее, скольким людям вы сможете помочь. То есть воркаутеры соревнуются между собой в том, какое влияние они оказывают на мир. Сколько площадок вы сможете построить, чтобы людям было где заниматься. Сколько людей вы сможете привлечь, сколько вы жизней сможете изменить. Вот что важно. Важно делать мир лучше, а не соревноваться в том, кто сегодня сделает больше подтягиваний, а потом гордиться этим. Потому что в конечном итоге для мира, для общества, для Вселенной вообще без разницы. Кто? Кто сколько потянулся? Вот то, что Королев позволил нам в космос отправиться, это важно. И то, что Флеминг пенициллин забрел, это тоже важно. Вот, такое небольшое видео о конкуренции, в принципе, я говорил спортивной, но она относится также к учебе, к бизнесу, ко всему. Ко всем играм с нулевой суммы, где есть победитель, где есть проигравший. Старайтесь в них не играть, старайтесь искать игры, где побеждают обе стороны. И все будет здорово. На этом на сегодня, наверное, все. Пишите в комментариях темы для будущих выпусков. Обязательно буду снимать новые ролики, потому что погода улучшается, значит будем чаще выходить на площадку. С вами был Антон Кучумов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok